В Мордовии произошла еще одна трагедия на воде. Десятой жертвой стал шестилетний мальчик из Ордатовского района. По информации следственного комитета, он пошел купаться на карьер вместе с 13-летней сестрой. Сначала мальчик плавал на мелководье, но потом переплыл на более глубокое место и пропал из виду. Девочка позвала на помощь взрослых, и ребенка быстро достали из воды. До приезда скорой они попытались самостоятельно оказать первую помощь, но, несмотря на все усилия, он скончался. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее парациальное решение. Следственное управление вновь обращается к родителям и законным представителям. Не оставляйте детей без присмотра на водоемах. Не разрешайте заплывать далеко или за буйки, переплывать водоемы. Не разрешайте детям, которые не имеют плавать, заходить в воду без надувного жилета или круга. Помните, купание разрешено только на оборудованных пляжах. Обучите несовершеннолетних правилам безопасного поведения на воде. Это поможет избежать гибели детей на водных объектах. Наталья Афанасьева, старший помощник руководителя следственного управления по республике Мордовия. Октябрьский суд Саранска приговорил 20-летнюю девушку, обвиняемую в мошенничестве, к 2,5 годам условно. Напомню, жительница Химаша в январе 2019 года создала в Инстаграме фейковую страницу по продаже мусульманской женской одежды. Она заверяла покупателей о доставке понравившегося товара, брала с них предоплату, но затем переставала выходить на связь. Таким образом, с января по август прошлого года от действия обвиняемой пострадали 18 жителей различных городов России. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 130 тысяч рублей. В ходе проводимых мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Мордовия установили личности местонахождения злоумышленницы. Ею оказались жительницы Октябрьского района Саранска. В отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ковылкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении работника Ковылкинского электромеханического завода. Ему предъявлено обвинение в получении взяток коммерческом подкупе. Всего предъявлено обвинение по 15 эпизодам противоправной деятельности. Как установили оперативники, в период с января 2013 года по февраль 2019 года, 47-летний начальник Бюро инструментального хозяйства за обеспечение и заключение договоров с коммерческими организациями и лоббирование интересов в рамках исполнения обязательств по договорам получил от представителей нескольких предприятий денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов 100 тысяч рублей. Представители коммерческих организаций перечисляли ему денежные средства на банковские счета, а также поставляли бытовую технику. Хоть и следствие с целью обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого, а именно на дом, земельный участок и автомобиль. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в количестве 36 томов направлено для рассмотрения по существу в Ковылкинский районный суд Республики Мордовия. Участковым и полномоченным полицией ММО МВД России Краснослободский при проверке информации, поступившей от жителей села Селище, выявлен факт совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или не в отведенных для этого местах. Как установили сотрудники полиции, накануне ночью водитель автомобиля ВАЗ-21074 из окна машины произвел очередь выстрелов в воздух. В ходе проводимых мероприятий личность нарушителя установили. Им оказался 25-летний житель села Гумны. Свои действия молодой человек объяснил желанием эпично проводить друга в армию. Для этого он несколько раз выстрелил в воздух, а позже опубликовал в социальной сети видео с происходящим. Благодаря именно этим кадрам правоохранители и узнали о правонарушении. Сейчас сотрудники регионального управления Росгвардии проводят проверку по данному факту. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Накануне в отдел полиции номер один у МВД России по городу Саранск поступило сообщение кассира банка о том, что в перерасчете денежных средств, поступивших как поврежденные и ветхие, обнаружена поддельная денежная банкнота номиналом 100 долларов США образца 1996 года. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что фальшивый 100 долларов сотрудник финансового учреждения приняла от мужчины в возрасте от 50 до 60 лет. При этом определить признаки подделки она не смогла. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Всем, кто либо располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефону 47-77-71 или 102.